Всем привет, с вами Веги. Как я и обещал, мы еще увидим этого турина, и вот он. Взяв в прошлый раз 10 левел, нужно было как-то думать о переходе в другую локацию. Если я хочу идти в перекресток, нужно помнить о том, что там мобы 10-12 левел для начала для квестов. Поэтому нужно было тут все допылесосить, все что осталось, чтобы подняться примерно до такого же левела. А осталось тут весьма сложное дельце. Для начала допылесосить гоблинов, включая тех, кто находится в пещере. Вот это очень большая проблема. А я туда один идти точно не хотел, ведь пещера это по сути смерть, там вас могут легко зажать. Но помню о том, что тут не маленький онлайн, я надеялся на игроков, то что мне там помогут всех запылесосить. Так оно и было. Зайдет от в пещеру, я увидел двух друидов, которые там пылесосили абсолютно всех мобов и ни о чем не боялись. Пока они пылесосили их, я встретил босса, побыстренько его забил палочкой и аккуратненько оттуда вышел. Прокачав скинник, я взял одиннадцатый левел, но в планах было взять двенадцатый, чтобы комфортно себя чувствовать в некст локации. Я ведь воин, мне лучше перекачаться. Так, в принципе, и прошел мой день, бегая тут-там-то всем по полям, я взял двенадцатый левел, выполняя всякие дополнительные задания. Я был готов. Двенадцатый взят, но это не актуал, лететь туда не дают, поэтому все нужно делать пешочком, главное идти только по дороге. Ибо мобы тут девятнадцатый двадцатый плюс, найди загрится и завалит вас. Кстати, я тут первый раз увидел оленя, было только доставал свой огромный, а вот он уже убежал. По-видимому, он был в пати и скорее всего они шли в инст. Отлично, без особых усилий я пришел в перекресток. Сдав все квесты, я взял новые. Блядь, вся карта в заданиях. Но они довольно-таки несложные, очень легко их довольно-таки пылесосить, просто подходим, бьем палочкой и стараемся, что нам что-то выпадет. Ничего сложного, это вам не подземелье пылесосить, это вам не локации какие-то узкие, расширенно заходить, гарпи убивать. Поле большое, всегда можно куда-то отступить. А заканчивая свой день, я оставлял нашего Турияна в шатре, чтобы он надыхал и копился дополнительный опыт. Кстати, вот вам ответ, куда пропадают все стримы с канала. Они есть, только вы их не видите. Все дело в том, что слушая музыку на стримах, а она ведь сапе, после ютюб блокирует мой стрим. Все дело в том, что авторы музыки не хотят, чтобы жители России слушали их, поэтому у вас стрим недоступен. Спасибо политике за хорошую жизнь. Поэтому я делаю видео. Но если хотите, все стримы всегда можно посмотреть в записи на моем твиче. На следующий день, набравшись доп. опыта, передо мной стояла большая задача. Нужно было запылесосить не только мопщиков на поляне, но и сделать задания с гуманоиды расы кабанчусов. Как вы знаете, они довольно валючие. Ввиду того, что там есть маги и шаманы. А маги игнорируют полностью всю мою броню воина. Для начала я сделал задание с животными. Мой вклад в скиннинг дает плоды. Я смог позволить себе говенное, но получше, чем мое кольчужное, а также хорошую пушку. Поубивав кабанчусов, я взял 13 левел. И понял, что меня сейчас ждет очень одно веселое задание. Это сбор грибочков. Всего 5 штучек? Ага. Только очередь на них в 150 игроков. А еще кентавриков поковырять. Вот если с кентавриками было не сложно, агрить по одному, да убивать. А вот грибы и убийство босса на этой локации для меня оказались проблемной. Причем для всех. Очередь на грибы, очередь на босса, их тут просто сметали пачками. Понял? Приду лучше завтра. Пойду пока другие задания поделаю. Кстати, я уже 14 уровень. Вы думаете, это все? Нет. Проблема еще в самих игроках. Убивая 5 новых кабанчицов по новому квесту. Я заметил, что игроки совсем не помогают друг другу. Перед вами два моба. Логично. Я агрю одного, охотник второго. Нет, он агрит одного, делает квест и убегает. Даже не добивая своего мобца. Естественно, мобы все агрятся на меня. А потом просто сидит и смотрит, как я собираюсь помирать. На зло ханту я выжил. А главное, это не первый случай такой. Вот место с очередным боссом. Видно, что ребята работают потихонечку, место защищают. Я спулер два мобца. Видно, что не вывожу. Подвел поближе к пацанам, чтобы они мне помогли. А они стоят и все. Опять я чуть не помер. Вот вам и игроки Европы. Вот шаман в ВВК стоял, ждал босса для квеста. Реснулся моб и давай его убивать. А всем похрен, даже отошли. Главное, квестик побыстрее сделать. Придя в пиратскую бухту, я купил новый щит. И пошел дальше делать квесты на пиратов. Они сложные. Но тут опять задание на босса. Поковыряя в пиратов, я понял, что сегодня мне что с грибами, что с боссами не светит. Пошел я изучать новые таланты и готовить персонажа к отдыху в таверну. Новый день. Я в огне. Есть доп.экспа. Все идеально. Все, что я хочу. А я хочу депстойку. Идем, делаем задание на депстойку. Взяли. Сделали. Сдали. Получили. И меня ждали квесты на убийство трех боссов в трех местах. Это надолго. Плюс еще нужно грибы доделать. Игроки довольно-таки хитрые. Макросню всякую жмут на старт атаку. Мне повезло. Они были заняты мобами, а босс первый арестился. И я оказался первее. Готово. Дальше меня ждал босс кентавриков и пиратов. Но перед этим надо было заскочить в одно место. На горе забрать награду. Спецзаказ. Пушка для воина. Только для воина. Сюда. С боссом пиратов мне повезло. Там было ноль людей и я на изи его сделал. Плюс дальше забрал их лут для next задания. А там же игроки были, пока не убивали и я лутал. А теперь момент истины. Пацаны собрались в инст. Если что, умереть нельзя. А если кто-то умер, то все. Нужно всем выйти и больше туда не заходить. Я был танком. Все шло хорошо. Из-за исключения вот этого момента, где я немножко спулив больше, чем нужно. И еще одному человеку сказал, что выход в лаву является более быстрым выходом из инстанции. Чем есть на самом деле. Но кто-то решил все-таки это проверить. Мне, к сожалению, особо ничего не упало хорошего. Но смысл был в пяти заданиях, которые мы хорошенечко сдали. И получили много экспы. Кстати, одно задание было у нежити дома. Решение было туда слетать. Плюс прокачать владение мечами. Вот только денежек не хватило на все. Решили тут немножко покинтоваться. Задания всякие поделать. Главное не бычить вот этого типа. И все будет окей. На пылесосили денег. Изучили. Опять домой можно отправляться к Тауренам. На отдых. Шел третий день, как я делаю задание на голого кентавра. Спустя два часа я все-таки его с пулей вызалутал. Дальше шли три квеста на голых гарпий. И квесты там очень интересные. Там, кстати, откинулся один стример. Мой воин начал думать. Вспомнил, что есть лук. Да, так-то лучше агрить. Задание несложное. Я уже восемнадцатый. И дальше меня ждет одно задание, где нужно убить гоблинов. И с них с маленьким шансом, а именно с двух процентов, падает подвесочка. Ходят слухи, что тут один стример на шамане Таурене два часа сидел и это все выбивал. Я последовал его примеру. Пришел, взял и ушел. Еще одно задание на элитку я не стал делать. С инстатаками этих подснов я бороться не могу. Вот ты один, вот уже тролль, а вот уже пати на кровати, ты уже лишний. Поэтому отправляем нашего Таурена на боковую. Новый день, новый босс. На этот раз босс голожопых гарпий. Понятно, что опять тут толпа. Я нашел способ немножко с ними бороться. Я просто стал агрить всех подряд мобов. Прямо на их тотемы, на ловушки охотников. И теперь они уже быстро не могут агрить босса. Плюс мне помогают. Это помогло. Ой, я сагрив быстрее и убил. И к камушкам сразу на базу. Ибо тут путь тяжелый назад. Лучше так. Дальше не делайте так, как сделал я. Берите сразу два квеста. Ведь я сначала убил 60 кабанчицов, полутар с них 60 бивней. Сдал задание, пришел в другое место. А там опять квест на тех же кабанчиков. Убей 12 таких, 12 таких и 6 таких. Отлично. И вот тот самый момент. Я лечу на базу, чтобы апнуть 20 левел. А какой-то чел привел к нам на респ элитных мобов. Они там просто бегали и всех убивали, включая меня. Да, смерть недостойная Вальгалы. Я, конечно же, написал потом в дискорд данного аддона. Мол, так-то, так-то. Помер не за шо. И ждал ответа. Админ дал ответ. Мол, все окей, играть дальше. Но надпись-то фэйл осталась. Он говорит, так и должно быть. Честно, меня это смущает. Я задал ему парочку вопросов. Можно ли это как-то убрать? Буду ждать ответа. Но что-то меня смущает, что это никуда не уберется. Меня это будет напрягать. В случае чего, буду уже качать паладина. Что думаете на этот счет? Пишите в комментариях. А я уже буду заканчивать. Спасибо тебе за просмотр. Смотри меня на стримах, а также в следующем видео. Спасибо за активность и виде ваших лайков. И подписки на меня. Удачи!